Власти давно подумывают, как бы реформировать свою партию так, чтобы и рейтинг партии реанимировать и создать внешнюю схожесть с образцом демократии, двухпартийностью, системой сдержек и противовесов. И вот некоторые источники уверяют, что в администрацию президента внесли документы о ликвидации «Единой России». Вместо этого появилась инициатива создать две ветви партии власти, чтобы одна боролась за условные либеральные идеи, а другая за консервативно-патриотические, причем во внешней политике. Только вот надо ли это избирателям? Своим мнением с накануни ТВ поделился директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. И партийную систему вообще, и партию власти в частности, то есть то, что она проседает по рейтингам. Ну и поскольку есть такое осознание, то все игроки пытаются писать свои собственные интересы в реформу, в том числе и партийную систему, в том числе и «Единой России». Известно, что они активно действуют на внешнем направлении в странах третьего мира. Им неплохо было бы в качестве опоры иметь внутри страны какую-то партию, которая бы вот этот курс поддерживала. Потому что там идея заключается, основная в том, что эта консервативная партия, она поддерживает мир во всем мире. То есть, грубо говоря, это партия внешней политики. Таким образом просто проводится идея, что нужно как-то институционализировать вот те усилия, которые проводят сейчас, по честное слово, и на коленке. Системно это никак не оформлено. Вот эту работу по странам третьего мира, чтобы она получила какое-то институциональное оформление в виде партии. Понятное дело, что это всего лишь один из проектов, шансы на реализацию которого стремятся к нулю. С созданием патриотической партии власти или патриотического крыла партии власти перекрыть кислород внешнеполитическому курсу будет уже гораздо сложнее. Авторы инициативы продавливают идею, что избирателям якобы только и нужно, что две партии – либеральная и патриотическая. И обе провластны на 146 процентов. А запрос избирателей отнюдь не в консервативно-патриотическую сторону смещается. Он не в либеральную сторону, в классическом российском понимании а-ля 90-е годы, а скорее как консерваторы на Западе а-ля в 70-е и 80-е годы. Вот такой запрос сейчас существует у различных групп населения. А то, что подразумевает консервативно-патриотическое в российском дискурсе – это скорее агрессивно-внешнеполитическое. Такого запроса у населения сейчас нет. Впрочем, у запроса на именно либеральные идеи в их понимании 90-х годов. А вот эти крайние варианты, что крайне патриотические, которые предлагаются, и их просто во внешнеполитику вариант этот опрокинут, что крайне либеральные варианты а-ля 90-е годы. Вот эти крайние варианты не востребованы сейчас у населения. А пока окончательный вариант реформы партии власти не выбран, идут точечные попытки собрать голоса избирателей. Только система уже дает частые сбои. Ясно, что в том варианте, в котором сейчас избиратель просто не проголосует по партийным спискам, рассматриваются варианты, как это дело все сохранить. До недавнего времени самый главный рабочий вариант была реформа с увеличением числа одномандатников минимум до 300 и снижением числа по партийным спискам, чтобы единороссов протащить по одномандатным округам. Вот эти вот выборы, они продемонстрируют, что они везде работают. Потому что Торстань сработала, в Хабаровске одномандатники от «Единой России» пролетели. В Москве тоже похожая ситуация, только там не одномандатники от «Единой России», а формально независимые кандидаты. Тоже многие пролетели. То есть вариант не то, чтобы рабочий. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.